Большой утренний эфир на телеканале в Санкт-Петербург продолжается. Лето практически уже стучится в дверь, а вместе с ним и долгожданный сезон отпусков. Конечно, многим из нас предстоят путешествия разной дальности и длительности. Вот я всегда завидовал людям, которые только сядут в самолет или поезд, так сразу засыпают. Я тоже. И просыпаются только уже в точке назначения. А тут крутишься, вертишься в кресле, чтобы найти удобное положение. И особенно это мучительно в автобусах, когда дорога занимает несколько часов. В общем, к месту отдыха приезжаешь уже уставшим. А дорожную подушку ты использовать не пробовал? Как? Не пробовал. Ну вот, а длительное сидячее путешествие без такой подушки на самом деле, или может быть с неправильно подобранной подушкой, во всяком случае, как говорят неврологи, может вызвать мышечный зажим. Поэтому стоит об этом задуматься лишь. Ну, тут без помощи специалиста не обойтись. У нас в гостях невролог, заведующий отделением нейрореабилитации центра имени Альбрехта Илья Сватков. Илья Александрович, доброе утро. Доброе-доброе утро, Илья Александрович. Ну вот видов дорожных подушек действительно великое множество. Тому примерам то, что лежит у нас на столе, а на самом деле их наверняка еще больше. Вот всем ли они подходят, или кому-то лучше все-таки использовать что-то свое? Тут сложно сказать, насколько они всем подходят. Мы все люди очень разные. У нас очень разная длина шеи, ширина плеч. Поэтому выбирать приходится очень быстро на бегу. То есть буквально некоторые хватают ее прямо перед тем, как отправиться в поездку. Ну, чаще всего та, которая больше понравилась. Да, больше понравилась. А времени на апробацию, сидеть 8 часов в магазине и смотреть, подойдет она или нет, у нас нет. Поэтому вот часто разочаровываются люди в таких подушках. Ну а по каким критериям нужно ее подбирать? Вот вы правильно сказали, да, вот ширина плеча, что-то еще, какие-то вот индивидуальные особенности, которые мы должны учитывать. Я думаю, что критериев вот таких вот не существует. Это только методом проб и ошибок. У нас нет возможности подобрать идеальную подушку. Мы все очень по-разному спим. Кто-то любит спать на спине, кто-то спать на боку. И эти предпочтения уходят и в путешествия тоже. И подушку здесь мы подбираем исключительно вот по нашим личным ощущениям. Ну, насколько я понимаю, существует два главных вида дорожных подушек. Это с наполнителем и это надувные. Вот та оранжевая у нас надувная. Да, так вот и не скажешь, но она на самом деле надувная, такая легенькая. Ну, мне кажется, что надувные подушки, это как и надувной матрас. Они очень сильно пружинят и во время трястки особенно будет вызывать такой дискомфорт. Поэтому различные виды наполнительные будут предпочтительнее. Но с другой стороны, простите, надувная подушка занимает гораздо меньше места в багаже. Меньше места в багаже, но многие просто снимают чехол, а саму как бы основу несут где-то в руках или на чемодан кладут. Ну, даже из тех подушек, которые у нас здесь представлены, большинство из них с разным наполнителем. То есть вот мы можем обратить внимание, что здесь, например, какой-то синтепон, мне кажется, здесь какие-то шарики, вот одна помягче, другая потверже. Как выбирать правильный наполнитель? Может ли какой-то из них вызывать аллергическую реакцию? Вот от чего это зависит? Ну, всегда нужно помнить, что аллергическую реакцию может вызвать любой наполнитель. То есть понятие гипоаллергенная, ну, такое оно немножко лукавое. И если нет аллергии на данный момент, это еще не означает, что она потом не возникнет в будущем. Но это все, так скажем, если бы до кабы. Поэтому выбирайте тот наполнитель, который предпочтительнее вам, удобнее вам и приятнее на ощупь, тактильно, как будет на нем голова лежать. То есть все, опять же, от личных предпочтений. Ну, вот мы в начале нашей беседы упоминали про этот нервный зажим. Он действительно грозит человеку, если он не использует, например, такую дорожную подушку? Ну, я думаю, что даже неправильно выбранная подушка может спровоцировать этот нервный зажим. Отсутствие подушки тоже может спровоцировать, а может не спровоцировать. То есть мы не застрахованы ни в каком из этих случаев. Ни в каком случае не застрахованы, да. Выбрали неудачную позу, были очень уставшие, спали в неудобном положении, там, с дороги. Поэтому всегда есть риск развития какого-то дискомфорта. Можно ли как-то себе оперативно помочь в такой ситуации? Автомассаж какой-то? Автомассаж, выполнить комплекс упражнений. Для мышц шеи. Ну, то есть вот таких самых простых. Да, да. И вообще, в принципе, рекомендую ежедневно выполнять комплекс упражнений для шеи, потому что мы все, большинство из нас, сидящий образ жизни ведут, сидячая работа. Поэтому мышцы шеи находятся вне тонуса. И это может дополнительно усугублять различные болевые ощущения. Смотрите, у нас помимо шейных подушек здесь есть еще и обычные подушечки. Вот, например, вот такая, да, обычная такая, я не знаю, думочка, можно ее так назвать. Ну, какая-то диванная подушка. Если у человека нет подушки вот именно прямо на шею такой специальной, может ли он взять с собой в дорогу вот какую-то такую обычную? Свою любимую думку. Просто ее. Да, на самом деле он может взять самую простую подушку. Эти рекомендации звучат все чаще и чаще сейчас, что не стоит мучить себя выбирать подушки для путешествия, а взять обычную домашнюю подушку, особенно для тех, кто любит спать на боку, то есть как-то пристроиться на кресле с кабачком, подушечку подложить и вот в таком положении попытаться уснуть. Лучше именно бачком или, может быть, лучше все-таки сзади, так, чтобы шея не затекала в одну какую-то сторону? Это еще раз говорю, это зависит от того, какие предпочтения к позе сна вообще у человека, то есть спать на стене. Я сплю на животе, например. Ну, тогда лучше в сторону бачка повернуться и попытаться вот бачком как-то и под шею, и под голову. Если у людей проблемы с шейным отделом или с пояснично-крестцовым, для них есть какие-то особые рекомендации по поводу подушек? Ну, если это действительно установленный какой-то диагноз, то, возможно, с личным доктором стоит обсудить какой-то воротник шанса на дорогу или использование корсета во время путешествия. То есть корсета для поясничного дела. Большое спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был невролог, заведующий отделением нейрореабилитации центра имени Альберехта, Илья Сватков. Илья Александрович, большое спасибо. Большое спасибо. Эту подушечку я оставлю себе, пожалуй. А я котика возьму. Давай, давай. Договорились.